Сегодня наши дети, за редким исключением, кроме обязательных занятий в общеобразовательной школе, занятия, в которые необходимы для того, чтобы получить базовые знания, посещают кружки и секции по своему выбору. Сверхзадача дополнительных занятий – это в первую очередь профориентация и углубление знаний, а на начальном этапе – это стремление заинтересовать и разнообразить досуг школьника. С целью реализации мероприятий по качественному дополнительному образованию детей, с 1 сентября в области будет внедрена новая модель, которая позволит ввести персонифицированный учет и финансирование дополнительного образования каждого ребенка в отдельности. Ребенок, сделав выбор, получит сертификат на дополнительное образование, позволяющее ему заниматься бесплатно в кружках и секциях. В рамках системы персонифицированного финансирования деньги напрямую будут как бы закреплены за каждым кружковцем с предоставлением ему именного сертификата на весь период занятий в одном или нескольких кружках вплоть до достижения 18 лет. Оформление сертификатов начнется в конце нынешнего учебного года, и до 1 сентября они будут закреплены за детьми, занимающимися в Центре дополнительного образования. На именном счете будет столько денег, сколько в среднем сегодня тратится на каждого ребенка. Причем у каждого будет открыт в интернете свой личный кабинет, где можно будет выбирать кружки и секции, отслеживать получение и качество услуги, и списание средств. Таким образом, семья и прежде всего сам ребенок сможет самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, выбирать куда пойти, чем лучше заняться, словом пробовать и творить. В программу могут войти частные предприниматели, оказывающие дополнительные услуги, но при условии их вхождения в общий реестр дополнительного образования. Доплата родителей предполагается исключительно в объеме разницы стоимости, если остаток в сертификате меньше стоимости программы. Эти ребята будут получать сертификаты, те, которые занимаются у нас в Центре дополнительного образования. По кружкам мы еще определяемся, но количество детей на сегодняшний день – это 390 ребят городского округа Сухой Улог. Сейчас создана рабочая группа, я председатель этой группы, и мы работаем в плановом режиме по той дорожной карте, которая рекомендована правительством Свердловской области. А занятия в дополнительных кружках, в дополнительном образовании, они могут меняться, меняться интересы, меняться интересы у ребенка, у родителей, поэтому он может ходить в любой кружок городского округа. Редактор субтитров А.Семкин